День рождения – шумный и радостный праздник. А если его отмечают творческие люди, то уровень веселья повышается в разы. Воспитанники клуба здоровья создавали праздничное настроение гостям вечера прямо с порога. Настя вместе с подругами подготовила оригинальные аксессуары. Также у нас есть фотозона. Это для гостей, которые приходят к нам, поздравляют нас с днём рождения и могут просто сфотографироваться с различными стикерами на этом замечательном фоне. Между тем, гости занимали места в зале. День рождения клуба стал отличной возможностью собраться вместе и увидеть, что объединение посещает много интересных и талантливых мальчишек и девчонок. Здорово, что наша семья здесь растёт. Я надеюсь, что в следующем году ещё больше ребят будет здесь и больше педагогов. И, скорее всего, откроем какие-то новые направления. Клуб растёт, развивается. Очень приятно, что сюда уже приходят в клуб взрослые наши воспитанники и приводят своих детей. За 26 лет в клубе появилось много новых объединений и направлений. Спорт, творчество, воинские дисциплины, историческая реконструкция. Каждый ребёнок и подросток найдёт себе занятие по душе. А молодых педагогов привлекают в клубе новые творческие возможности. Здесь очень много замечательных, талантливых детей. Очень много объединений. И мы все такие разные. Но за счёт этого очень интересно с ребятами творить. Очень интересно с ними заниматься полезной деятельностью. Педагоги, проработавшие в клубе не один десяток лет и выпустившие в жизнь много талантливых детей, пожелали ребятам и руководителям новых творческих успехов. Всем вам, ребята, радости, хороших педагогов, замечательных друзей, новых свершений. Я надеюсь, что этот клуб станет для вас хорошим родным домом. Пожелать творческих успехов, много интересных мероприятий и, опять же, очень много интересных и творческих встреч. Концертную программу праздничного вечера подготовили воспитанники клуба. Каждое выступление – это небольшая визитная карточка творческих и спортивных студий, а также возможность показать своё мастерство в выбранном направлении. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.